Добрый день! Значит, я предлагаю еще новую задачу, на которую у меня, наверное, не хватит самого силы, но которую решить, наверное, надо. Она состоит в следующем, что, значит, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин не мог удержаться от того, что не писать стихи после своей смерти. Вот. Но была задача их легимитизации, то есть как их сделать легитимными. По всей видимости, это происходило так. То есть они присылались в Россию, и после этого они выдавались за стихи воли раннего периода. Например, когда ему было 20 лет, когда ему было 36, когда ему было 25 лет. Эти стихотворения можно найти следующим образом. Надо брать просто прижизненное собрание сочинений Пушкина и смотреть, какие стихи есть и какие нет. И как они появлялись в каком периоде в других собраниях сочинениях и в других издательствах. И на них посмотреть. Я наверняка убежден, что найти будет много интересного, но я вам просто говорю, что какой объем ручной работы. То есть надо идти в библиотеку, брать им издания достаточно старые. То есть их заказывать, получать допуск, после этого их внимательно изучать и смотреть, когда что появилось. Ну, цель она достаточно благородная, потому что я читал письмо Владимира Даля, который говорит, что издает какое-то собрание сочинений Пушкина. При жизни было 3 тома, а тут все новые произведения находятся и находятся, и вот уже 8 томов. И действительно собрание сочинений Пушкина, оно состоит очень большое и обширное. И по всей видимости оно активно пополнялось и после его смерти. Самое главное, что я с интересом узнал, что очень многие люди, которые пишут комментарии вот на этом нашем видео по поводу того, что Александр Пушкин и Александр Дюма это один и тот же человек, очень многого как бы так не знают. Например, больше всего меня удивило, что никто не знает, люди не знают такого факта, что вообще говоря, было обещано отпевание Пушкина в Исаакиевском соборе, и народ был к этому готов. А его отпели тайно ночью в церкви на конюшной площади. Ни одного поэта так не отпевали, этому есть оправдание, говорят, что типа народные восстания могло быть из-за того, что убили, мол, такого генерального поэта. Это все глупости, потому что были люди более популярные, чем Пушкин, они были в более позднее время, когда народу было гораздо больше грамотных. Тем не менее, вот такой странной вещи не происходило, как и отсутствие ближайших родственников покойного при его похоронах. Ну, отца, например. И так далее, и так далее, и так далее. И вот все возможные, вот эти всевозможные факты, на которые я не перестаю указывать, как то, что дуэль состоялась с его ближайшим другом и родственником, с единственным, кто в окружении имел дипломатический иммунитет, и потом, после высылки из России, получил выдающуюся карьеру. Он стал, он наполел на третье приближенным лицо, мы сенатором Франции, и специально уполномоченный посылом на приговоры с другими великими державами, в том числе с австрийским императором, и так далее, и так далее. То есть человек выполнил гениальную, как бы, карьеру совершенно фантастическую. Вот. Кроме того, был Донзас, которого приговорили, как бы, к повешению, получаясь, как секунданте дуэль. Но потом, странным образом, заменили ему вот это повешение на два года пребывания в крепости. И оттуда он вышел, совершенно от этого никак не пострадав. Но, по всей видимости, Николаю Первому стало известно, что это попытка фальсифицировать, и попытка это просто собственную смерть, и попытка сбежать из страны, от своей неверной жены, от своих долгов, в более свободное, демократическое государство, где он дальше поставился, по всей видимости, как Александр Дюма, или как соавтор Александра Дюма. Вот. Ну, вот еще есть такая очень странная вещь, как это заключение Владимира Даля. Значит, я напомню, что, согласно указу 1979 года, все погибшие насильственной смертью обязательно должны были вскрываться. А вскрытие, оно подозревает вскрытие по-настоящему. То есть, изучение не только содержимого, скажем так, живота, но и грудной клетки, и всего прочего. Так вот, вскрытия Пушкина как такового не было. Считается, что его тут же быстренько вскрыли в передний, описали его, и Даль опубликовал вот этот протокол. Его ближайший друг был секретарем и хирургом, то есть Владимир Даль, и опубликовал это аж в 1860 году, то есть спустя 24 года после написания собственного документа. Его хирурги изучали, изучал не я совершенно, и они нашли очень странные вещи, из которых следует, что вряд ли Пушкин был человеком вообще говоря. Но, во-первых, при такой траектории пули, она должна была повредить правый мочеточник. Этого не произошло. То есть, не было ни крови в моче, ни не было мочи, собственно, в этом канале. Они не поступали. Это чрезвычайно странно, но чудеса бывают. Даль пишет про повреждение нервов крестцового сцепления. Значит, следствия должны быть. Паралич? Не было. Паралич с нижней колечностью? Не было. Расстройство функций тазовых органов, то есть мочи и спускание, задержка мочи, недержание кала и так далее. Но этого тоже не было. И он мог спокойно ходить и даже вставал. 27 января Пушкин вставал на ноги и переодевался. Вот. Такие вот эти вещи. И самое главное, чего они не нашли, они не нашли пули. Вот это странным образом, потому что что стоило бы у мертвого человека эту пулю поискать? Поискали бы и нашли. Но они вот ее каким-то образом не обнаружили, ухитрились. Это все чрезвычайно странно. По всей видимости, накануне дуэли был приготовлен уже специальный человек, который в дальнейшем должен был выдавать его за Пушкина. И которого могли люди по большому счету узнать. Именно поэтому Пушкина отпевали странным образом ночью в церкви, что ни в коем случае свидетели вот этого настоящего трупа, его узнавшие, не могли его познать и сказать, что это был не Пушкин. Вот. Такие вот они, значит, у нас вещи возникают. И это как бы, и вот, и вот, но он не желал умирать, и несчастному Александру Сергеевичу приходилось изображать из себя умирающего. И он его из себя благополучно, значит, изображал на тот момент. Но, по всей видимости, как у них происходили эти вещи, например, был кулон, по-моему, Александры, то есть сестры, значит, сестры Натальи и Гончаровой родной были найдены. Вообще говоря, считается, есть полное основание думать, что у них на троих сестрях Гончаровых, то есть у Натальи, Александра и Екатерины, а также у Дантеса и Александра Сергеевича Пушкина, как бы был такой роман на пятерых, было основание. Можно предполагать, что в это время он скрашивал себе ожидания своей неминуемой смерти тем, что он кувыркался с Александрой Гончаровой, там, где-то у себя в постели. Ну, это вот такая скабрезная, как бы, история, которую хотелось бы предположить. Вот, значит, вот такие вот эти вещи, на которые тоже бы хотелось бы так обратить внимание. То есть здесь все странно, все тайно, все невозможно, чтобы Данзас не взял доктора на дуэль, это тоже, как бы, странно. Доктора не взять на дуэль для друга, но бывают такие эти вещи, чтобы, как пишет Владимир Дай Пушкин, не допускал врачей к себе, а не сам делал нужные медицинские процедуры, в том числе, не трогнувши рукой, приставлял себе пиявки, его пиявками лечили. Но, по всей видимости, может быть, он давление было высокое, переживал, наверное, очень сильно свой будущий побег и так далее, и так далее. Вот, такие вот самые истории. Я еще раз повторяю, что есть все основания думать, что все-таки, что Александр Сергеевич Пушкин, Александр Дюма старший, и отчасти младший, это тоже один и тот же человек. То есть, вот люди раскопали, что они, оказывается, любили одни и те же напитки. От себя я видел, что в списке болезней, прописывающих моим одни и те же, у них была одна и та же подагра. Они чрезвычайно были внешне похожи. Существуют портреты молодых, того и того, голубые глаза. Ну, бесконечно, обоих африканцы в качестве предков в одной и той же пропорции. Дюма официальный переводчик стихов Пушкина, не зная русского языка, на французский язык. После смерти Николая I он посещал Петербург и проехал по дороге Пушкина, то есть в Крыму и на Кавказе был, в тех же самых местах, тоже почему-то. В том числе, как пишут в своих воспоминаниях, когда я этого не читал сам, Александр Нюма на Кавказе он пил чай под развесистой клюквой. Ну вот, под деревом под развесистой клюквой. Вот, по всей видимости, вот это так оно дело и обстояло. Здесь надо еще заметить интересные вещи всякие, фразы, мелкие детали, значит, которые... Вот при этой гипотезе, что смерть была... Дуэль Пушкина была просто фальсифицирована, все ставят на свое место. Например, все возмущались тем, что Екатерина, то есть сестра Натальи и Александры, на прощание Наталья сказала, что она ни в чем тебе ее не винит, и во всем ее прощает. Как так? Ее муж, то есть Дантес, убил мужья Натальи только что. А кто кого винит и кто кого прощает? Ну, она прощает, по всей видимости, потому что измена с пусковым крючком была измена Натальи Гончаровой, то есть Александру Сергеевичу. Есть основания предполагать, что счастливый соперник был лично Николай I, тем более, что при высоком росте сестер Гончаровых им подстать были только высокорослые представители императорского, чрезвычайно высокорослые представители императорского дома на тот момент. Вот такова, значит, наша эта ситуация. Я хочу заметить, что Екатерина преспокойно уехала вслед за мужем во Францию, родила четверо детей, вот, и некоторые из них, как Леони Шарлотта, например, ее третья дочка, это 1940 году она родилась, вели себя тоже чрезвычайно странно, почему-то Леони Шарлотта очень полюбила Александра Сергеевича, обвиняла своего отца в его убийстве, считается, не вышла замуж, вместо этого закончила политехническую школу, то есть вот это высшее учебное образовательное заведение Франции на дому экстерном, типа того, что, и собирала, знала его стихи, знала Евгения Онегина, наизусть и так далее, и так далее. Потом, говорят, сошла с ума. Но вполне возможно, дело было это так, что она достала своими придирками своего отца, и он, и он, по большому счету, ей рассказал, как дело было на самом деле. Ну, и она головкой тронулась. И вот на этом тоже такая история о Леоне Шарлотте, умер, умершей племяннице Пушкина, жертвы, и одновременно дочерью его, как бы, убийцы. И вот и стоит наше сегодняшнее краткое выступление и завершить. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok